Уважаемые коллеги, я, наверное, буду не оригинален, если тоже скажу, что в электроэнергетике у нас не все благополучно, так и во всех других, как я сегодня услышал, направлениях работы нашего народного хозяйства. Дело в том, что самым ярким критерием оценки работы электроэнергетики это тарифы на электроэнергию. И за последнее время, когда мы провели реформы, цены на оптовом рынке освободили, а на розничном рынке они достигли критичных значений. Как сдержать рост цен и тарифы на электроэнергию? Ведь дело в том, что мы, проведя реформу в электроэнергетике, заменили один центр управления электроэнергетикой РАОЕС России на более тысячу хозяйствующих субъектов в этой отрасли. Кроме ОГК, ТГК, которые являются крупными компаниями, сетевые компании выстроились, как говорится, последователи друг перед другом, и энергосбитовые компании, которые сегодня начисляются уже десятками сотен. И все это хозяйствующие субъекты, которые ставят своей целью получение прибыли. Нет ни одной организации, которая бы ставила своей целью обеспечение надежного энергоснабжения потребителей. Потребители в этой процедуре, в этом процессе сегодня не организованы и не могут отстаивать свои интересы. И действующие сегодня некоммерческое партнерство, оптовый рынок, федеральная тарифная, федеральная сетевая компания, холдинга МРСК и целый ряд других сетевых территориальных компаний, все они выстроились в очередь, как говорится, за получением прибыли с того же потребителя. Если сравнить достигнутый уровень в электроэнергетике по ценам и тарифам, то мы сегодня по промышленности в полтора раза платим больше за электроэнергию, чем в Соединенных Штатах Америки, и на 20% платим дороже, чем в странах Европейского Содружества. Хотя по средним тарифам мы еще, как говорится, находимся где-то там, приближаемся к этому уровню. В чем же тогда дело? И где находится, как говорится, собака зарыта? Значит, вопрос заключается в том, что в электроэнергетику надо вернуть центр компетенции. Значит, нужно, чтобы эта электроэнергетика развивалась по какому-то единому, скоординированному плану всех хозяйствующих субъектов, которые работают. Речь идет не о их реорганизации, а создании такого центра, который бы выступал в роли генерального конструктора единой энергетической системы, которая является собой сегодня человекомашинную систему, работающую в едином режиме от, как говорится, Калининграда до Владивостока. И в этом смысле наличие таких хозяйств, множества хозяйствующих структур, которые представляют собой центры, как говорится, коммерческой прибыли, нужен координатор. Министерство энергетики, к сожалению, занято проблемами нефти, газа, угля, чем угодно. Но электроэнергетика, она в принципе, это отрасль, пока это министерство, как говорится, не справляется, и руки у них не доходят до тех проблем, которые сегодня назрели. Начинается с того, что сегодня ведь ошибиться в стратегии развития энергетики, это значит, так или иначе, выстроить инвестиционную программу. А инвестиционную программу надо, чтобы оплачивал потребитель. Ошибка в 1% прироста потребности в электроэнергетике оценивается сотнями миллиардов рублей. Если мы говорим, что вся стратегия была ранее нами рассмотрена и одобрена, исходя из 4,5% прироста в год электроэнергии, а сегодня мы имеем в лучшем случае 2-2,5%, то значит мы в два раза завызли инвестиционную программу в развитии электроэнергетики, которую оплачивает потребитель. Если сопоставить структуру тарифов, которая сегодня в электроэнергетике сложилась, то мы сегодня имеем нерациональную структуру. Сегодня промышленность перегружена перекрестным субсидированием, которое оценивается примерно в 200 миллиардов рублей в год, причем растет из года в год. Мы сегодня имеем перекрестные субсидирования за счет электроэнергетики, тепла, а это все превращается в нагрузку на тех, кто платит, а платит только промышленность. Население у нас сегодня является святой или субсидируемой частью наших потребителей и вокруг этой проблемы все начинают говорить о том, что нельзя повышать тарифы для населения, потому что это грозит нам какими-то социальными последствиями. Да ничего подобного. Население составляет потребление всего на 17-18 некоторых районов до 20%. Если бы мы структуру платежей населения выстроили бы внутри группы, платишь, покупаешь больше или потребляешь больше, платишь больше, то не надо было бы этих 200 миллиардов перекладывать на промышленность. Это заплатили бы те, кто подогревает электроэнергией, бассейны и так далее. Я хочу сказать, что я свой доклад передал в оргкомитет. Его можно посмотреть в том материале, который будет по результатам опубликован. Но в заключении хочу сказать, что в отрасли электроэнергетика и особенно в электроснабжении нашей промышленности, которая является как раз тем звеном или той сферой, за счет которой мы хотим организовать модернизацию и выйти на передовые рубежи. Мы ее сегодня, эту промышленность, давим ценами на электроэнергию. Нефть, газ, уголь вышли практически уже на мировые цены, а они являются в структуре затрат, составляют примерно до 60% в структуре производства. Поэтому принцип о том, что для Газпрома, допустим, газ должен быть равноприбыльным на нашем рынке так же, как и за рубежом, это практически удавка для нашей промышленности. Нужно иметь обоснованные цены по газу и обеспечивать газом нашу промышленность. Так это может быть, реализовать ту природную аренду для себя, а не для зарубежного поставщика, нашего конкурента. Спасибо за внимание. Доклад я передам в оргкомитете. Спасибо.